Всем привет! С вами Amway921 и сегодня мы поговорим про, не поверите, самый популярный прем-танк шестого уровня. Немецкая ПТ-САУ Диккер Макс. Диккер Макс переводится как Толстый Макс. Эта ПТ-шка, построенная на базе ПЦ-4, имела своим предназначением изначально разрушение бункеров. И, видимо, за это заслужило вот такое разговорное название – Толстый Макс. Прикол этой ПТ-шки в том, почему она так популярна, а на секундочку ее на аккаунтах имеет 370 тысяч человек, наверное, заключается в том, что на шестом уровне нет нормальных прем-танков, они все какие-то конченые. Может быть, более-менее нормальный Т-34-85 Рудый, но его продают ограниченное время, как и Кромвель Берлин туда же. Да, они клевые, но они не такие массовые, потому что они не находятся в свободной продаже. А наш Дикер Макс находится и имеет вот такую уникальную фишку, где нужно визуально оценить этот угол склонения орудия. Это как тот самый собака-ищейка, ходит, вынюхивается им хоботком все, до всех дотягивается и всех наказывает. И вот, наконец, в патче 9.15.1 Дикер Макса перевели в HD, и, собственно, ради этого повода мы и собрались. Давайте посмотрим на коллежен-модель на предмет того, что изменилось. Ну, прежде всего, стоит сказать, что изменилось почти ничего. Единственное, что на верхнем бронелисте у этой самоходки были всякие, ну, есть всякие разные люки, и раньше они давали некое утоньшение брони верхнего бронелиста. Теперь этот момент убрали, теперь весь верхний бронелист толщиной 20 мм. Ну, офигеть теперь, можно подумать, это как-то зароляет. Эта ПТ всегда была очень картонной, ее в лоб пробивают фугасы, и броня, и Дикер Макс в одном предложении встречаться не должны. Эта ПТ не про броню, она про орудия. У этой ПТшки Альфа в 300 бронепробитие более-менее неплохое, точность и время съедения тоже довольно хорошая, позволяющая реализовывать данное все. Вдобавок, повторюсь, отличные и очень удобные углы склонения орудия вниз. Пушка, что забавно, вверх поднимается очень плохо, то есть вы на склонах не сможете нормально стрелять, но на подъемах вы можете стрелять так, как никто. Прикол в том, что орудие расположено у Дикер Макса где-то в верхней части самоходки, поэтому вылезая из рельефа, противник увидит лишь краешки вашей рубки и уже пушку, вашу нацеленную на врага. А Альфа в 300 никому не нравится на 6 уровне, это довольно большой, высокий разовый урон. И поэтому мы имеем невероятное преимущество при игре от рельефа. Единственное ограничение и опасность наша, и страх, то чего мы должны бояться, это артиллерии. Рубка открыта раз, брони нигде нету два, и часто прямое попадание артиллерии по нам, если не в пушку и в гусли не залетело, скорее всего мы в ангар улетаем с первого выстрела. Поэтому этого нужно избегать бояться, но использовать свои углы вертикальной наводки одно удовольствие. Что еще хорошего? При высоком разовом уроне еще и неплохой урон в минуту. То есть мы не так долго перезаряжаемся, 1900 с лишним получается у нас ДПМ, это без оборудования экипажа, если это все раскачать, то можем мы, наверное, и 2000 здесь насоздавать себе. И это тоже здорово. Нет такой беды, как, например, у СО-100У, которую я тоже катаю для видоса, но я ненавижу ее, я не могу на ней играть. Одно только расстройство, потому что один раз ты выстрелил, если промазал, то все, тебя обычно за это время остальное уже убивает. Здесь нет примерно 8 секунд перезарядка, если уберем всякие там оборудования и оставим вообще голенький танк с экипажем плохим, то время перезарядки 9,3 секунды, никак не 15 там каких-нибудь. И это приятно. Мы врага можем держать, не подпуская, постоянно в страхе, и, пользуясь своими ОВНами, постоянно сдерживать врага, который обычно нас может вырваться из-за рельефа. Часто в игре у нас бывает так, что ты, чтобы выстрелить в кого-нибудь под склон из-за холма, должен выехать вообще весь прямо на холм. А если ты картонная самоходка, то любой тебя прострелит, любой пробьет и, в общем, это делать не хочется. В Диккер Максе проблем с этим, как вы поняли, вообще минимум. То есть, это уникальная особенность, и особенно приятно, что это фишка для прем-танка. Не для какого-нибудь там, я не знаю, обычного прокачиваемого, а именно для премиумного. Повторюсь, на шестом уровне все почти, за небольшим исключением, ну вот я назвал Руди и Кромвеля Берлин, может быть Шкода Т-40, еще неплохая СТ-шка, но все остальные там всякие тоги, это просто как ромешный ад. И Диккер Макс в этом поле с фишечкой плюс с разовым уроном смотрится очень неплохо. Однако, самым большим минусом на Диккер Максе, это его подвижность. Он, ну, не сказать, что прям супер медленный, нет, он довольно живенький, но все же таки, среди всех других ПТ-6 у него самые худшие показатели по удельной мощности. Почти 11 лошадей на тонну. Это не какие-нибудь 8, то есть не какой-нибудь там Т-95 уж совсем, то есть он более-менее еще едет, но едет, прямо скажем, не стремительно. Хотя максималка в запасе имеется. И это не какие-нибудь там 30 км в час, ранешние Тигровые, а 40. 40 и 12 задний ход. С такой подвижностью жилось бы очень туго, будь у нас маленький разовый урон, то есть необходимо, когда мельтешить перед врагом, покусывая его. Но у нас альфа довольно оглушительная, целых в 300, и особенных проблем нет, потому как либо с одного, либо с двух выстрелов наш противник уже часто отправляется в ангар. Плюс мы можем еще и нашим ДПМом сдерживать несколько направлений, скажем, стрелять и налево, и направо, и довольно эффективно. То есть эта мобильность ее не такой уж прямо супер-минус на фоне плюсов. С ним вполне можно жить. Ну а вот то, что у самоходки боекомплект ограниченный, вот с этим жить непросто. 26 всего лишь снарядов. Может быть, если мы все их попадем во врагов, это будет, конечно, и много урона, но в целом это не так и много боеприпасов. Очень часто бывает такое, что снаряды заканчиваются, а враги еще даже близко нет. И на этом фоне я вам не рекомендую брать с собой вообще ни одного фугаса сражения. Может быть, какое-то количество голды, но не такое прям большое, потому что бронепробитие 169 позволяет нам пробивать на шестом уровне все, на седьмом более-менее как-то, ну а на восьмом голдой там уж, конечно, придется пострелять иногда. Но не так уж и часто, потому что многие бортами, как моя практика показывает, проезжают. Да и потом ехать на тяжей в лоб на этой ПТшке решение совершенно неправильное. На ней как прям на толстом максе и нужно играть. Встал толстый и ждешь, пока кто-нибудь на тебя нападет. Позиционные какой-нибудь там перестрелки. И при этом у многих противников шансов реально мало к вам подъехать, потому что, на секундочку, у премтанков, вот у всех ПТшек резали раньше обзор в одном из патчей, это может быть вы помните, но премтанки не трогали. Премтанки Wargaming боится нерфить, потому что это вызывает огромный бадхерт, мол, как так? Ваши пиксели я покупал за деньги, а вы у меня их ухудшаете. Вы что там, совсем что ли? Поэтому у этой ПТ базовый обзор в 400 метров. В 400, Карл, на шестом уровне. Ставишь оптику и ты просто видишь все. Никто первым к тебе не подберется. И эту фишку нужно также использовать. На этом фоне тоже мобильность не кажется прям таким уж грешком. В доказательство всего, посмотрел тут статистики и удивился, за последний месяц данная ПТшка находится на первом месте по проценту побед среди вообще всех ПТшек шестого уровня, прокачиваемых и премиумных в том числе. На первом месте из 11. Шутка ли? Премтанк. Винрейт у нас почти 50%, 49,97%. Все остальные сильно внизу. Любопытно, но когда обычно говоришь про ПТшку шестого уровня, в голове почему-то сразу представляется какой-нибудь там СУ-100 или М18 Хеллкэт и вот такие вот совсем прям имбовые. А премтанк обычно в голову никому не приходит, типа этого Дикер Макса. И поэтому о нем как бы мало говорят. Я вообще не помню, чтобы кто-нибудь кроме меня делал по нему какое-то количество, ну, уделял ему внимание больше, чем каким-то другим танкам. Ну так, видосик про очередной премтанк вроде как. Но на самом деле Дикер Макс реально уникальная машина. Она находится всю жизнь уже в игре. Нафармила дофига себе фанатов. Самая, как я уже говорил, популярная премтехника шестого уровня. И что удивительно, для шестого уровня она неплохо фармит. Для того, чтобы фармить, нам, напомню, нужно наносить урон. Ну, в смысле, быть полезным в бою светить там, базу сбивать, захватывать вражескую базу. И самое главное, дамажить и набивать фраги. Для этого Дикер Макс подходит как никто. Вот, например, сейчас ситуация, когда все плохо. Горим по всем флангам. В городе слили. Я как мог там что-то пострелял вдаль. Ну, по ПТшным меркам. Не моя задача ехать вперед на врагов. И начинаю тут стреляться с тяжами. Самое главное только правильно подготовиться к сражению с тяжелыми танками. То есть встать хорошо. Напомню, это ПТ не для того, чтобы выезжать танковать там или что-то типа того. Это ПТ, играемое от позиции. То есть встал, лучше спустился в какую-нибудь горочку. На нем потихоньку заползаешь. Только пушка торчит и в верхней краешек рубки и стреляешь. Вот прям так, как сейчас. И в этом случае попасть в меня дико сложно. Ну, и только если удача распорядиться не в мою пользу и вверху какой-нибудь залетит. Кстати, в борт пролетает от КВ-2. Я не погибаю. Наверное, это была пушка с ДИС-6 с фугасом. Уж я не знаю, не могла же этот огромный бревномет не уничтожить мой дикер-мак с одного выстрела. Тем не менее, второго как раз, тот, который с бревнометом парня, я неудачно попадаю ему в маску пару раз. Потом, наконец, залетает в башню под маску. И я его уничтожаю. Слишком много времени потерял с этим парнем. ХПшки при этом поотлетали все нужные. Ну и что-то как-то все совсем уже не в нашу пользу. Ну, с другой стороны, это же прям танки, он не сильно создан для того, чтобы нагибать и прямо доминировать. Он создан для того, чтобы фармить. И делать это у дикер-макса получается довольно приятно. Не так мерзенько, как на каких-нибудь других прям танках, типа ТОГ-2, типа СУ-100У и так далее. Ну, а вот приехали они. У их столько брони, что я даже голдой уже в лоб его не пробиваю. И он меня, естественно, фугасом финиширует. На этом ревидерче в этом бою, но тем не менее, настрелял довольно много. И посмотрите, сколько нафармил для шестого уровня танка за 3200 голды. В этом его самое главное преимущество. Ну, а у меня на сегодня все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, да подписывайтесь. Всем пока.